Всем привет, дорогие друзья! С вами Юга, и я разочарован наследием на Визарда. Я не думал, что скажу эти слова, но... К сожалению, это так. И не просто к сожалению, моему огромному сожалению и потраченному времени на ожидание всего наследия. Давайте по порядку. Сегодня вышел патч, точнее уже вчера вышел патч на ройсерверах, который добавил наследие на волшебника и волшебниц. Все его ждали, все ожидали, что будут балансные правки, как минимум те, которые уже есть на Корее, на лайвсервере, которые будут и которые уже есть на ПТСе. Но, к сожалению, ни тех, ни других правок к нам завезено не было. Ну, что я могу сказать? Такое бывает, такое бывает, но вот почему-то только, как всегда, с нами. И, если честно, это как-то, что ли, уже начало надоедать, почему так происходит, зачем так происходит, нас не уведомляют. Нам просто ставят, соответственно, абсолютно лысое наследие, в которое имеет минимальное различие. Я также сравнивал еще непосредственно то, что было на самом ПТСе в самом начале его выхода. У нас же вышло очень сырое наследие, которое сейчас, на данный момент, абсолютно неиграбельно. Неиграбельно. Можно эти слова высечь просто сейчас здесь, хоть у меня наобудок, где угодно на руке сделать татуировку. Само по себе суть наследия заключается в основном в формировании комб-ударов. Я говорю за волшебницей волшебников. Так или иначе, мы имеем два скиллап, которые у нас идут с общей ветки, где вы выбираете, какая вам нужна. А в остальном у вас идет комбинация огня и, соответственно, молнии. Комбинация, связанная с водой, представлена здесь в виде, соответственно, заморозки, в виде на выбор Близзарда. И, соответственно, комбинация камня. Здесь идет ПВП составляющая и землетрясение модифицированное. Все остальные скиллы в виде мощь-стрелы, так она абсолютно бесполезная. Что касаемо комп, давайте к ним поподробнее. Комбы представляют собой непрерывное юзание скиллов. То есть, когда вы выбираете, нажимаете, начинаете комбу с назад F, соответственно, начинает проходить, да, возможно, ветка или остаточный заряд, или напряжение 3, или серия 2, заканчивая шаровыми молниями, так же, которая может продолжаться и грозовой волной. Непрерывное комбо, оно прекрасно с точки зрения того, что оно полезно, меньше затраты маны уходит, как-то это и все, и больше и больше раздамаживается. Но, к сожалению, реалии таковы. То ли возможность, возможно, я не знаю почему. И здесь иксы идентичны пробуждению на многих скиллах, но дамага нет. Сегодня на стриме, сегодня на стриме мы продемонстрировали два момента. Во-первых, даже самые крупные комбы, которые идут непосредственно, начиная с огненного шара, во-первых, багуется сам взрыв пламени инферно. Он не дамажит мобов, он падает в пачку, он не дамажит, то есть раз через раз. Четыре спота бы я сегодня тестировал. Это Саош, Пилап, Анакрион и Гистрия. В Анакирионе, что самое забавное по сравнению с Пилапом, если брать Саош, почему Саош я изначально взял, потому что там огромная площадь мобов, мне интересно были радиусы. И я увидел вот этот уже первый баг. Возможно, это баг Саош, но, скорее всего, это баг самого скилла, потому что это происходило и в Пилапе, и в Анакрионе. В частности, касаемо взрыва пламени инферно и касаемо взрыва пламени концентрация. Когда падает, соответственно, заряд, мобы, которые проходят в него, абсолютно не раздамаживаются. Я не знаю, с чем это связано. Скорее всего, с абсолютно кривым патчем с наследием на волшебника. Извините, но это мое имхо, вот я это так вижу. Может быть, я немножечко говорю на эмоциях, но, знаете, я сегодня провел 8 часов, и 5 из них это было тестирование наследия. Мне есть что сказать. По этому поводу я и высказываюсь. Далее. Скиллы прекрасны собой, ну, прекрасны именно в управлении. Мне в целом, в дальнейшем, уже когда я пробегал в Пилапе более полутора часов, в Пилапе это было самое долгое, я понял комбинации, но, к сожалению, я не понимаю, почему Рабамы, которые у меня здесь есть, и скиллы из первой стойки, дамажат гораздо больше даже без Абсолюта. С чем это связано? Я не понимаю, вот просто не понимаю. Есть бафы на меткость, также на скиллах, на 15, на 30 процентов, причем 10 процентов, это неплохие приросты. У максимальных сильных ударов вообще бафы на меткость нету. С этим ли это связано? У меня около 350 должно быть именно чистых, хотя, возможно, я сейчас совру, но у меня, а нет, фру, 331 в Кутуме, закофрашенном на единичку, но у меня там чистый мет плюс 4, то есть 331 плюс все остальное, этого вполне хватает. Формите на Крион, не оформлю на Крион без проблем, Гистрию и другие сильные споты. Выходит так, что или меткости не хватает на скиллах, или действительно иксы никаким, то есть каким-то, не знаю, странным образом не стакаются. Это вызывает такое негодование, что многие из ребят, которые пришли на стрим, сегодня просто опустили руки, потому что, ну, все ждали это наследие. К сожалению, мы получили то, что получили. Мы ни к чему не можем прийти с ним. Есть отличные примеры наследия, которые есть. Вот мой самый любимый пример, я просто неустанно буду повторять, это наследие на ДК. Это лучшее наследие, что вышло вообще в игре. Ну, извините, пожалуйста, наследие на ДК вам о своей силе атаки превосходит, наверное, наследие Визарда просто на 150, не знаю, миллионов процентов, что ты можешь с идентичной атакой, которая у меня буквально, ладно, окей, мы добавляем сердце вело, делаем кратность 265, мы Гистрию формим так, что у нас под свитком выходит 5000 темов, и это в наследие. Что я могу сделать с этим дамагом? Не знаю, можно дальше пойти формить Жуков рядом с, не знаю, с Валентией. Почему бы и нет? Я, если честно, очень надеялся на наследие, даже не с точки зрения того, что, о боже, там будут убер-дамаги. Нет. Оно меня оправдало с точки зрения визуализации. Я очень давно устал от сфер, и мне приятно бегать, допустим, в том же АБС, и я хотел сделать на него акцент, поставить, ну, естественно, я его точу в процессе, там, в процессе заточки. Мне интересна первая стойка, мне интересна сама концепция наследия непрерывных комп. Это такой, знаете, волшебный механизм. Но получилось настолько сумбурно, потому что половина из скиллов молний, они ближнего боя, а половина скиллов дальнего боя. То есть как-то все пока еще непонятно. Возможно, я еще не наиграл достаточно количество часов, но по тому выводу, что я сделал, получается так, мы вроде как бы стали снова рейндж, но как бы это и нафиг не надо, потому что за тот момент, пока я, допустим, даже ту же ледяную бурю с костой, я гораздо быстрее по спотам пилапа пройдусь. Наверное, самым неприятным стало пилап, потому что в этом пилапе, пилап, это тюрьма, со свитком, обычным синим свитком удачи, я на стриме, в прямом эфире делал 12 тысяч темов. Я, конечно, не ронин, который может делать 15 тысяч темов, но я визард, и уж извините. И меня это устраивало. Когда прошло 40 минут, у меня не было свитка, если включить банальную математику, я вынес 3 с половиной тысячи темов за 40 минут, меня хватила небольшая паника, но ведь я вроде бы все же делаю правильно. Почему не так? А знаете почему? Потому что мобы в основном в своей массе не добиваются. Это очень странно, когда у тебя с 258 атаки, плюс, естественно, стакается же еще оружие пробужденное на это, закофрашено на 4 кура. Оно не дает никаких тебе возможностей, никаких преимуществ, ты просто как будто реально в первое... Я вернулся во времена 659 левла и фарма пиратов. Вот то же самое. Называешь тысячу кнопок, дамага нет. Это фаст-спот для моей атаки. Этот спот просто должен уничтожаться с любого одного прокаста. Возможно, они, корейцы, я имею в виду, так не считают. Но, ё-моё, я бы согласился, если бы не видел, допустим, тех же иксов, которые здесь есть на остаточном заряде. Ты берешь его, ты жертвуешь устойчивостью. Опять же, сейчас вернусь к этому. Я беру максимальный прокаст, я беру то, что, соответственно, выдает максимальный дамаг, находясь даже на самой небольшой площади, и они не умирают. И это две комбы. То есть, понимаете, у них остается половина хп. Я уже не трогал даже огненный какой-то момент, потому что, если ты юзаешь инферно, он просто падает и ничего не раздамаживает. Вперед с, назад с. Крайне неудобное, кстати, сочетание клавиш. Возможно, к этому можно привыкнуть, но, если бы это того стоило. А это, поверьте, того пока что не стоит. Если с прокаста молнии вы видите 1058x7 плюс 30 меткости с устойчивостью, а я беру этот скилл, вы не дамажите ничего. Мопы не шотаются в пилапе и не умирают. Так же, как они не умирают с водяной тюрьмы, так же, как они не умирают с пламени разрушения. Единственное, что действительно шоттел и в пилапе, вы не поверите, это нарушение баланса. Это самый... То есть по иксам это у нас предпоследний скилл, допустим, который используется, ну, в основном на всех пробужденных есть устойчивость и защита. Ну, вот как это вообще работает? То есть настолько все сумбурно, что логически по цифрам я себе ничего не объяснил. Извините, возможно, сейчас я лью много воды. Но я пытаюсь все-таки донести информацию, так как я это, допустим, прошел ее за 4 часа наследия. Выводы мы сделаем в конце. Что касаемо выборов скиллов наследия, здесь все очень странно. С одной стороны, с другой стороны, вполне логично. Хочешь дамажить, больше, бери иксы большие. Хочешь устойчивость, чтобы в ПВП драться, бери устойчивость. Согласен, справедливо. Здесь вопросов не имеем. Но что такое мощь стрелы земли? Зачем этот скилл вообще нужен, если он абсолютно не убивает? Так же, как и с мощью градов стрел. Я еще его на ПТСе заприметил, и от него, ну, крайне нестабильный скилл. Я лучше буду использовать в основной своей ветке непосредственно абсолют град стрел. То есть, чтобы его использовать, просто ты здесь его закрываешь и юзаешь уже и с ветки основы. Пассивки все, которые здесь есть, все, что они тут описывают, это все очень здорово. И шанс крита у нас, и уклонения, и здесь у нас мощь, манифест элементов на быстрый слот. И, соответственно, все, что тебе надо, оно здесь у тебя есть. По сути, это тот же самый баф, который юзается с быстрого слота, так, к сожалению. Очень много сегодня разочарования я услышал в чате от своих собратьев визардов, волшебниц. И я, если честно, понять их могу, потому что для некоторых это было ожидание действительно очень сложное. Я эту фразу чувствую вас заколебу, но я как визард с четырехлетним стажем, который прошел вот от становления персонажа вообще, появления его в игре на российских серверах до сегодняшнего дня, могу сказать, что визард испытывал крайние, после, соответственно, пробуждения, ну, его крайние пытались зажать вообще максимально. И резали радиусы скиллов, и резали поражающее количество, соответственно, мобов, которые могут поразить эти скиллы. Хотя на самом-то деле в общей массе сейчас визард фармит крайне, честно сказать, на среднем уровне. Вот он очень уверенный среднячок. Даже если, чтобы ты фармил прекрасно, ты должен у тебя достичь буквально предела 290 плюс атаки, фармить к зарок, тогда у тебя все будет хорошо. Пока что до этого уровня, если ты не достигнешь, ты уверенный среднячок, начиная от 245, заканчивая 275 атаки в кутуме. В кутуме попрошу. Вот, соответственно, это все еще уверенный среднячок. Гораздо больше ты уже будешь на высоком гире, что тяжело достижимо, и к этому пути еще нужно самому прийти в плане прокачки, оформлевания шмота и так далее и тому подобное. Наследие крайне сильно пошатнуло этот момент. И в положительных качествах я могу сказать только одно, что действительно наследие очень красиво с точки зрения визуализации. Удобно ли он на фарме? Я бы назвал где-то процентов на 70 удобства, нежели чем уже тебе руки привыкли в пробуждение. Будем ждать, как отреагирует Перлаббис на все то, что они сделали, на огромное количество тем на форуме. Всем большое спасибо, что вы их создаете. Я считаю, что запуск наследия все-таки это больше, к сожалению, фейл. Извините, я абсолютно за всеми следил. Даже гигант может спокойно себя прекрасно чувствовать в анокрионе даже с этой атакой, фармить. И я видел, как это фармится, и вполне очень адекватно это выглядело. Ну, вот тут прям совсем. Извините, но я, честно говоря, разочарован. Но не буду отчаиваться, буду ждать ответа. Вот. Это краткий такой маленький подкастик непосредственно о наследии. Я хотел высказаться, хотел, чтобы вы меня услышали. И самое главное, если вы все еще хотите фармить наследие, давайте подождем одну неделю, посмотрим, какие балансные правки. Возможно, что-то нам завезут действительно лучше и будет чуть получше. Если через неделю этого не будет, уже в дальнейшем будем как-то думать. Я никаких гайдов сейчас делать не буду конкретных, потому что на такое наследие, которое мы завезли, гайды совершенно не нужны. Нам нужны балансные правки, нам нужно, в конце концов, какое-то понимание того, что юзабельно или это стойка. Улыбайтесь, приходите на стримы, будем с вами вместе, так сказать, обсуждать все насущные проблемы мира Black Desert Online. С вами был Юго, рад снова встретиться с вами на канале и всем всего хорошего и пока-пока.